Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли. Ты говорила, что есть интересные вопросы, что тебе сегодня прислали. Да, прислали. Сейчас я тебе найду. Вот, вопрос. Первый, про психологию. Я работаю психологом, скоро уже 30 лет, и вот услышала, что Наталья прям категорично сказала, что психология и инфодайвинг несовместимы. Как же быть? Получается, что если я пройду инфодайвинг, я не смогу больше заниматься психологией. Но я люблю людей, и мне нравится мое взаимодействие с внутренним миром тех, с кем я работаю. Вот такой вопрос. Вот почему люди воспринимают, что есть черное и белое? Вы ведь живете в цветном мире. Сегодня, не имея диплома психолога, вы не имеете права вообще оказывать любого рода услуги коучинговые, психологические, еще какие-то. То есть, если по-хорошему брать, если вам зададут вопрос, на каком основании вы сейчас выступаете как коуч, то ваших сертификатов для государства будет мало. Надо диплом. он нужен, и вы по нему работаете. Но в то же самое время, когда вы смотрите и работаете с объективного восприятия в психологии, у вас есть свои методы, привычки работы, свои правила. На эту терапию 10 сеансов, на эту 50 сеансов, на эту вот такие подходы. И подходы психологии и инфодайвинга ведете себя корректно. Вы оказываете услугу, вы ориентированы на клиента, вы подстраиваетесь под клиента. Клиенту должно быть удобно. Смотрите, вот это психология. Инфодайвинг. Есть вы. Есть клиент, который ваше зеркало. Вы видите клиента и видите проблему. И вы решаете эту проблему через себя. И клиент поправляется. Но при этом клиент тоже должен работать. Ему надо измениться. Вы меняете настройки в психике, он меняет настройки в проявленном мире. И при этом вы не ориентированы на клиента, вы не оказываете ему услугу, вы не бегаете за ним, вы не назначаете кучу сеансов и так далее. То есть у вас изначально, когда к вам приходит человек, вы уже знаете, чем заканчивается эта игра. И ваша задача свернуть игру клиента больную и помочь ему создать новую здоровую. А не играть в игру клиента, растягивая его времени, по чуть-чуть облегчая его психическое состояние. Таким образом, если вы начнете смешивать психологические подходы и подходы инфодайвинга, то в какой-то момент вы столкнетесь с выбором. Вы выбираете деньги, растягивая его времени. Либо и лжете клиенту. Либо количество клиентов уменьшается быстро, потому что хлоп, он побыл у вас раз. Вы с ним дальше пообщались. Даже не побыло, вы общались только по телефону, не по телефону, письменно. В месседжи. Его как бы и не было в вашей реальности. Но в то же самое время вы его вывели, и он исчезает из вашей жизни. А как же? А деньги же исчезают вместе с ним. А если не проработанные моменты, та же консультация в инфодайвинге стоит от 200 до 1000 долларов, это на старте. А та же консультация в психологии 15, потолок 25. Разницу чувствуете? И, конечно, тогда и жаба будет душить, и все остальное. И тогда легко включить ложь, и обманывать клиента, и дурить ему голову, и рассказывать каждый раз. Это там муж виноват, а вы сделаете так. А вот, наверное, надо посмотреть на это вот так. А как там ваш муж? И играет вот этот семейный терапевт в игру вся семья. Кому как подлезать попу, только чтобы они заплатили деньги. А на выходе? Что они так сильно изменятся за это время? Да ни один из них не изменится. Как спал, так и будет спать. Облегчили боль. Он там перестал страдать. Или наоборот, ушел в депрессию. Передали его психиатру. Но при этом деньги получены. И вот получается, если совмещать психологию инфодайвинг, вы сами станете перед выбором. Не мы вас поставим перед выбором. Вы станете перед выбором. Лгать за деньги или не лгать? Ну, это уже очевидный момент, который вот просто он... И, конечно, нельзя обвинить всех психологов во лжи. Есть какие-то дельты, где они помогают действительно реально людям. Когда у человека всплеск, помощь. Но есть где точно так же и навешивают. Все надо смотреть вот на определенном промежутке, отрезке времени. Все надо смотреть во времени. Вот на этом отрезке, да, сработала психология. На этом отрезке сработала медицина. А если вы смотрите инфодайвинг, то инфодайвинг просто круто изменилась вся жизнь. Все. И тогда отпала психология и медицина. Но при этом они отпали, но они отпали их ногами. То есть, если надо медициной, человек работает с медициной. Если ему надо отходить, там, кучу сеансов к психологу, он ходит к психологу. Сам факт, что вы уже знаете пункт следования этого поезда. В какую точку он прибудет. И знайте ее заранее. А зачастую создаете эту точку. Потому что она не создана у человека. Потому что по сценарию ее не должно быть. То есть подходы разные. И вот этот вот выбор с психологией, ну, я не знаю, вы просто в какой-то момент вопретесь в эту стену. Мы тоже в нее впирались. И мы видим, что люди очень часто выбирают деньги. В своем большинстве выбирают деньги. Потом сами же страдают, сами же болеют, сами же не доводят там какие-то свои процессы до конца, чтобы вылезти из этой клайки. Потому что надо же за что-то жить. Надо же на хлебушек или там на корочку. Поэтому решение разделить психологию инфодайна, это не вопрос. Вы можете висеть и в разделе психология, для тех, кто боится инфодайинга, как шальной пули. Пожалуйста, висите и там. Если инфодайинг, то инфодайинг будет по нашим программам. То есть вносить в инфодайинг, в инфодайинг внести Фрейда, Юнга, еще. Давайте поржем вместе. Вот инфодайинг и Юнг, как вы смотрите? Или инфодайинг и Фрейд, как вы смотрите на это дело? Правда, весело? А как вы тогда эти вещи будете людям объяснять? Вот так? В каждой точке будет так. Мир цветной. Мир не черный и не белый. Он цветной. Если вы преподаете инфодайинг, вы преподаете то, что вам дано на инфодайинге. Поэтому мы выделили уже блоки и посмотрели, что мы в этих блоках дали. И тренерский курс поставили, чтобы вывести людей в осознавание, субъективность и реальность. И понимаете, когда вы выйдете после тренерского курса, у вас объективная реальность пошатнется. Кажется, как? Как? Вы сумасшествие людей учите? Нет, мы их учим быть здоровыми. Они создают свою реальность. Они берут ответственность за все, что они создают. Полностью все создает сознание человека. Полностью все. И вот в этом состоянии, человек, прожив определенные моменты, где у него будет внутреннее откровение с самим собой, никакой объективности нет. Объективность удержится он в вашей памяти, вашими памятниками. Поставили Ленина, не похоронили Ленина. Будете играть в игру революции. Вот вам оранжевые революции побежали. Вот еще революции побегут. Ну, потому что вы главного революционера у себя на площади держите и говорите. Не помирай! Блин, мы хотим еще раз эту игру отведать на себе. Точно так же. Расставили танки, расставили оружие. Если вы повесите пистолет на стену для ружьё, оно все равно когда-нибудь выстрелит. Понимаете? Поэтому, когда вы что-то делаете, в инфодайнинге вы всегда знаете конец. То есть, этот конец создаете вы. И вы создаете игру. Игру у себя, в клиента, и, соответственно, у клиента, в то, что он будет вот в этой точке, которую вы закладываете. Это ваше сознание продуцирует, потому что клиент в боли неосознан. Когда у нас болит, мы готовы воспользоваться чем угодно. Только чтобы не болела. То есть, для этого нужна экстренная медицина. Потому что наше подсознание, оно очень быстро включает болевые возможности, очень быстро выкидывает из игры. Но не всегда ты успеваешь исправить ошибки. Вот для этого нужна экстренная медицина. Есть же еще второй вопрос. Давай мы его на второй подкаст. Хорошо. Давай. Ты лучше на эту тему расскажи. Я просто могу сказать примерно, чтобы было понятно, различие психологии инфодайвинга. Вот смотрите, несет человек рюкзак за спиной. Так вот, и тянет, и тянет, и тянет. Так вот, психология – это когда ты этот рюкзак открываешь и начинаешь смотреть, что там лежит. Образно расскажу. Вот эта ручка. Когда я ей писал, что было в моей жизни, какие я ошибки совершал, когда... То есть вот, потом выкладываешь, потом другой берешь, там, стирочку или листик, или там, платочек носовой, сколько я плакал. Сколько соплей там осталось. Да, да, да. И вот так каждый предметик, каждый предметик размусоливается, застревается, и человек тянет, тянет и тянет. А инфодайвинг – это когда ты открыл рюкзак, посмотрел, что там, ну, в принципе, вообще ничего не нужно. Ты понимаешь, что это уже тебе не пригодится. Ты взял этот рюкзак и снял. Все, и пошел легкий. Ты пошел уже создавать свою жизнь с новыми силами, с новым интересом. Вот примерно, примерно отличие, вот понятное, да, психологии и инфодайвинга. В инфодайвинге – это когда тебя просто… Ты берешь суть, ты взял эту суть, мне рюкзак не надо, посмотрел, там все старое, мне это не надо. Может, кому-то пригодится. Поставил и пошел. Все, взял суть. Поставил кому-то на плечи. Неси, да? Можно и не на плечи. Найдется, кто подхватит. Эта ручка кому-то понадобится или старая маечка понадобится, и все. Да, и такое есть. Да. Вот приблизительно. Да? Очень наглядный пример, вообще изумительный пример. И поэтому сидеть на двух стульях можно, пока не готов финансово поставить ту цену, которая тебя устраивает. Не дайте этого клиента сто сеансов по 10 долларов, да? Поставьте сразу тысячу. Ничто не мешает. 10 тысяч поставьте. Сколько хотите, столько поставьте. Главное, чтобы вы потом вывели человека, и он остался вам благодарен. Потому что иначе вы развиваете игру, которая называется ты меня обманул, я тебя обманул, ты там взял много, я мало, там качели начинаются. Это качели неблагодарности. Игры тогда не завершаются. И клиент не выходит в здоровый сценарий, вы продолжаете играть в больную игру клиента, втягиваясь в нее все больше, больше и больше. Поэтому в игры с клиентами не втягиваются. Вы осознаете, вы делаете шаг, и вы работаете. Все, никаких проблем. Инфодайм позволяет, все инструменты позволяют. Аналогов сегодня нету. Вот даже мы же проходили, на эксперименте. Был у нас момент, когда нам надо было заменить информацию. На что заменить информацию? Вот прописан уже у человека вот такой вот сценарий, который он, судьбинушка его, да? Вот прописана его судьбинушка. Как кратко заменить его судьбинушку на счастливую? А вариантов-то, кроме инфодайинга, ничего нету. Только развернувшись к себе и вернувшись в себя, у человека появляется шанс на счастливую судьбинушку. И инфодайинг – это не про гипнотизацию. Там, когда… Вот мне сейчас начали звонить и спрашивать, можно ли к нам приехать, или там, есть ли там где-то в других городах, инфодайверски, можно вон там сидеть и общаться. Нет, это к психологам, господа. Сидеть и общаться к психологам. С вами будут разговаривать за ваши деньги. Инфодайинг с вами разговаривать не будет. Почему лично не будет? Потому что, как только наши тела сядут рядом, будет подстройка и будет гипнотизация. Человек будет уходить в гипноз. Гипноз – это сон. Человек уходит в сон. Инфодайинг – это человек просыпается. Вот разницу между засыпанием и просыпанием. Чувствуете? Вот, инфодайинг – это просыпание. Вы не спите, вы выходите из сна. Но, не заснув, вы не можете проснуться. И тогда кажется, что и гипноз тогда нужен. Нужен. Но надо иметь в руках инструменты, чтобы выйти из гипноза, выйти из сна, проснуться для того, чтобы двигаться дальше. Для того, чтобы движение было результативным. И тогда вы уже не сон видите, а видите ту реальность, которую вы сами выбираете, сами создаете и сами несете ответственность за то, что вы делаете. Вот как-то так. Все очень просто, на самом деле. А на собрешине не вопрос, можно повесить вас и в психологию, и в инфодайинг, если вы прошли тренерский курс. И ничего плохого нет в том, что вы будете висеть в психологии. Просто будут люди, которые готовы на психологию, и они готовы прийти на психологию. Это честно. Вы ведь не хотите, чтобы вы пришли в магазин, и вот стоят там цены, и на них что-то не дописано. А потом на кассе у вас выясняется, что либо товар не тот, либо цена не та, либо-либо. Вы тогда кричите, это же обман. И это правильно. А здесь что, не так что ли? Точно так же. Я понимаю, что хочется всего и побольше, чтобы и рыбку, и это вот, и съесть, и сесть, и все одновременно. Но нет. Если вы рыбку, значит рыбку. Если сесть, значит сесть. Это ваш чистый выбор. И то, и другое, ни хорошо, ни плохо. В нашем подсознании нету хорошо и плохо. Нету. Это мы сами делегируем, эти хорошо и плохо обозначаем, оцениваем, считаем это так, это так, это так. Вот хорошо и плохо. Королева, не помню ее имя, она за свою жизнь мылась два раза. один раз на крещение, один раз перед свадьбой, считала плохо мыться. Как она воняла. А сейчас плохо не мыться. Все на 180 градусов. И так все время, вот так вот это будет, по спирали, по спирали. Мы летим на этом космическом корабле под названием планета Земля. И этот корабль создан нашим сознанием. На самом деле, я не вижу даже сути в этом вопросе. То есть, как же мне, когда я изучала психологию, 30 лет работала, как же мне теперь быть в инфодайвинге, что мне надо оставить в психологии? А кто говорил ее оставлять? Пожалуйста, во-первых, вам психология уже по-любому дала какие-то знания за 30 лет. И это классно, что вы сможете сейчас еще больше дальше расшириться. И при этом пользоваться и своей же психологией на переходном этапе. Потому что, когда вы уже уйдете целиком в инфодайвинг, то вы будете смотреть на психологию как обман самого себя. Ну, и все. И тогда инфодайвинг с психологией не совмещаются. Это на самом деле так. Не совмещается инфодайвинг с наукой, не совмещается инфодайвинг с религией. Потому что и наука, и религия вынесены в объективную реальность. В объективную, в ту реальность, которая у вас не останется. У вас будет своя реальность. И эта реальность создающая. И тогда вы определяете. И когда вы определяете, то вы сами тогда и берете ответственность за то, что вы рассусоливаете клиента, или вы с ним честно, искренне работаете, берете за руку и выводите. Либо вы его потопим и болотом водите туда-сюда вдоль трассы и говорите, тяжел этот путь, плати и плати. А трасса вон, она уже просматривается рядом. Вон, выйди на нее и пошел, куда тебе надо. Но нет, болотист этот путь. Тернист. Ты это рассказываешь, а я уже второй раз ловлюсь на мысли, что я вижу песочницу, где играют дети. И сидит ребенок, который просит, мама, поиграй со мной. И маме приходится прийти в эту песочницу, сидеть и рассказывать. Вот так лепится бабка. Вот это лопаточка. Там давай. Прям второй раз приходит такая. Вот это психология на самом деле. Работа психолога, да. Так и есть же там и песочная терапия, и разные варианты. Назови терапии. Я просто суть показала, суть ребенок и мама. То есть ребенок позвал маму, и мама объясняет. Это вот к тому, что ты говоришь, водит вдоль трассы, трасса туда. Такие вопросы вообще возникают на фоне, когда человек не осознает психические возможности своего сознания, своего создания. Когда не верит в создание. Когда верит, что я получу какие-то знания и встроюсь с этим. Встроюсь. Подстроюсь. Не может быть подстроюсь. Если у тебя уже есть эти знания, то в какой-то момент тебя переклинивает, что никаких подстроек. Ты живешь свою жизнь. И ты ловишь кайф каждый момент, здесь и сейчас. И тебе не надо коллективное. Вообще не надо. Но когда ты слишком заигрываешься в своей игре, твоя игра становится скучной. Ты теряешь счастье. Для этого глотком вот этой вот воздуха у тебя в твоей реальности является выход типа в объективное. Потом снова, потом снова, потом снова, потом снова. Ты кайфуешь и в то же самое время ты играешь. Ну и плюс коллективное автоматически создается у нас подсознание. Потому что психика инертна. Идет замедление, эффект замедления. Вот вы в материи там раз, разрезали руку, раз, ходили, таблетку выпили, еще что-то. Это быстро. А в психике процесс создания за счет рождения в психике времени мы распишем еще время, глубоко распишем, мы уже частично расписали, еще глубже распишем и дадим определение, что это такое. До сих пор в науке этого определения нет. Так вот, психика с замедлением, вот за счет этого замедления дельты образуется время. Она отыгрывает с замедлением. И ты вот сегодня заложил, а имеешь там через две недели в проявлении. И вот за счет этой дельты, а здесь куча событий, и уже через две недели ты не помнишь, что это ты закладывал. И у тебя создаются иллюзии объективной реальности, но это работало твое сознание. Вот здесь ручка, бумага, можете фиксировать и смотреть, как работает ваше сознание, как оно создает. Но даже ту же самую погоду, если вы будете менять, да, продавливать, два-три дня, инертность есть везде, везде есть инертность, вы никуда не можете от нее сбежать. Иначе бы не было объективной реальности, иначе бы не формировалось время. Оно просто так работает. Мгновенного вот такого щелчка нету. Да, без времени не было бы этого зависания, не было бы жизни, на самом деле. Не было бы игры, да. Игры не было бы. Иллюзорности этой не было бы. Вот этот сон. Да. Жизнь меняется коренным образом, и тогда вы сами определяете, кого вы создаете в своей реальности, кого нет, кого наделяете декорациями, с кем вы начинаете общаться и так далее. То есть у вас все в жизни по-другому. И тогда вы сами будете определять, будьте вы обманывать свое зеркало и не будете. И вы увидите, что и религия, и наука, это все про одно и то же. Это про объективность. А это про игру, не вашу, когда вы не взяли за нее ответственность, но при этом у вас есть вторичная выгода вместо ответственности. И вы сидите на ней и погоняете, и говорите, я проеду на вторичной выгоде, потому что мне здесь денежка капнет, а здесь еще что-то капнет. Но это же не об этом. На самом деле вторичная выгода, она вообще одна единая такая прям основательная вторичная выгода. Это когда ты соглашаешься с той картинкой, которая есть в твоей жизни, просто потому, что тебе хочется поспать. Все. Ты уходишь в сон, который уже есть, и ты в нем застреваешь. Вот это согласие на то, что объективное не мы создаем. Это так. Потому что как только ты осознаешь, что создаю все я сам, то ты увлекаешься этим процессом, ты начинаешь пробовать, 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 и ты просыпаешься. Вот это уже инфодайвинг. Ты просыпаешься и начинаешь видеть свое создание, видеть свои проявления, и тебе становится еще интереснее, интереснее, интереснее. И на самом деле и погоду меняем мы, все меняем мы, все в моменте, все в нашей голове. И природные катаклии все абсолютно создаются в нашей голове. Но когда мы согласны с объективной картинкой, то нам картинку, ну я образно говорю, поменяли, мы уже с этим согласились. И потом это видим в проявлении. И тогда, когда видишь предложение игры, сыграем в катаклизмы, сыграем там, что планета Земля не туда летит, или там еще там. Сейчас разные секты, разные страшилки запускают, потому что на страхе очень круто концентрируется внимание людей. И люди, удерживая это, продолжают воспроизводить, создавать, как заезженную пластинку. Да. На самом деле... Уже бы на счастье концентрировали. Да, вот это прям ключевое. На самом деле, интернет сейчас дает невероятные возможности на осознании. Парадокс. Благодаря интернету мы создаем всякую чушь, да, и очень быстро. И в то же время благодаря интернету можно увидеть, увидеть, как вообще все устроено и очень быстро. Вот смотрите, интернет, он на самом деле похож на наши сны. Ведь сколько вариантов в интернете предложений с катаклизмами, с сектами, с чем угодно, да, и это все кишмыш такой. Один говорит про инопланетян, там другой уже ждет, там с неба метеорит упадет скоро. Другой там кричит, цунами идет, да, и казалось бы, господи, если начинаешь окунаться, так думаешь, боже, сколько всего и одновременно, и хочется эту простенькую на кладбище, да. Так вот, смотрите, точно такие же наши сны. И это тоже предложение, есть вирусы пошел. Да, не вопрос. Точно такие же наши сны. Мы же очень часто можем, каждый из вас может вспомнить, как сны перескакивают, когда утром, допустим, ты хочешь себе даже вспомнить свой сон, ты понимаешь, здесь я был там в платье, здесь я уже тут же мгновенно, там, я на дороге какой-нибудь, ну, просто вот, да, то есть вот такой вот сумбур, вот это интернет, то же самое. Но когда мы просыпаемся, мы начинаем управлять своим вниманием, и мы видим, эта информация мне не подходит, мне не нравится, я не согласна с ней, что погода должна быть там снежной, когда я жду лето. Там, эта информация мне тоже не... То есть, вот оно, создание, создание, вот это суть, суть инфодайвинга на самом деле. Это то, о чем мы всегда говорим, то, что мы создатели. Просто надо проснуться и начать создавать, видеть свое создание. Это очень увлекательно, очень интересно. И потом действительно начинаешь замечать, о, так я же об этом... Это сам себе создавал, ведь смотри, как я уже это вижу. Вот это так. И отношение к клиентам, вот к психологии и в инфодайинге, насколько разное. В психологии приходит, пришел больной клиент, или там привели мамашу с больным ребенком, или еще что-то. И, соответственно, клиент сам несет ответственность за то, что он заболел, за то, что он натворил. И дальше мы разбираем, что у него творится в жизни, и все. Это не я. А в инфодайинге мы смотрим на человека и понимаем, пришло мое зеркало, о чем это мне. И когда я осознаю, о чем это мне, я закрываю, я благодарна этому зеркалу, я выхожу в благодарность. И, соответственно, дальше моя задача вывести в благодарность это зеркало и пересоздать то, что у него в жизни будет происходить. Но вывести это зеркало в благодарность бывает трудно, потому что вы сами не все успеваете вовремя осознать с одной стороны, с другой стороны это зеркало норовит сбежать от вас. Тоже вариант. И еще будут варианты. Но в любом случае эти зеркала точно так же двигаются, меняются. И как только зеркало изменилось, хлоп, появляется возможность создать новую сюжетную линию. И это ваше создание. Все точно так же, как с погодой, с природой, со всем остальным. Разная контура. И все единое, все целостное. Это все одно единое я. Одно единое я. С полным отсутствием объективности, если вы дома, если вы в себе. С полным отсутствием знаешь, как, наверное, проще сказать. Вот для того, чтобы было понимание. Когда сознание в теле, то вы душа. Вы ограничены этим телом. Вы замкнуты в этом теле. И вы в аду. Это тело для вас грешный ад. Когда у вас сознание начинает быть самоосознающим себя и тело, то как бы сознание выходит уже в границе тела и говорит, о, там же есть свет. Там тьма, тут свет. Да, там же есть выход. То есть вот есть такой проблеск момента здесь и сейчас и момента в самоосознании. А есть, когда тело в сознании. Поле сознания и в нем тело. И вот если вы осознаете вот это поле сознания и там тела, то это все вы. И понимаете, тогда не сознание в теле, а тело в сознании. И тогда такой кайф, что есть это тело, и никакое оно не грешное, никакое оно не грязное, никакое оно еще никакое, потому что без него сознание не может проявиться в материи, которую оно же самой воспроизводит. То есть оно проявляется через тело. И тогда телу возникает великая благодарность. Что оно есть, да? Но тогда все зависит от расширения. Когда вы сознание в теле, вы готовы валить в науку, в религию, играть в деньги и так далее. Все, что вам это тело покажет. Все, что это тело покажет для игры изнутри игры. А когда вы тело в сознании, то тогда все создан на вами. Ваше тело будет двигаться туда, куда хочет сознание. Все просто. И вот эта разница между инфодайингом и всем остальным. Наверное, проще уже быть не может. На пальцах объяснение. Я думаю, что уже разживали просто. Но если будет желание преподавать психологию, то раздел психологии. Если желание инфодайинг, значит инфодайинг. И это между собой не смешиваем. Хотите висеть в обоих разделах? Пожалуйста. Можно висеть и там, и там. Но честно. И поэтому те, кто преподает инфодайинг, они будут идти по нашим программам обучения. Исключение составляют клубы. Клубы, когда человек самопроявляется, самореализуется, ищет себя и так далее. И при этом наша платформа имеет возможности для психологии, для эзотерики, для инфодайинга. Но суть нашей платформы будь искренне сам собой. То, чем ты занимаешься, будь просто честен в этом, в своем интересе. Все. И тогда у тебя раскрываются все твои возможности. И ты можешь на платформе. Платформа вообще для чего нужна? Для того, чтобы получать деньги законно, легально и с любой стороны мира. Это один момент. Второй момент платформа нужна, она объединяет людей по интересам. То есть там нету болталок, там нету вот этих пустого времяпрепровождения, трепа. Там есть конкретика, зашел, выбрал, тебе интересно развитие, выбрал то, что тебе интересно и взял. И в принципе точно так же мы планируем развивать и другие направления, когда она будет отлажена до конца, дописана. Потому что каждый год возникает новая законодательная трудность и их приходится решать. Вот он объективный мир. Вот он объективный мир, да. Поэтому пока у нас есть объективность, мы еще не до конца создатели, но мы на этом пути в какой-то момент объективность, да, объективность исчезает, остается субъективность, все возможно. Тогда все возможно. Мы же себя в богов еще не короновали. Ладно, в богов прокатит создателей.